Хочу рассказать вам про эту работу. Мы находимся на базе отдыха «Золотая рыбка». В этом помещении будет детская комната. Для рисунка на стене заказчик нашел в интернете картинку с иллюстрацией к сказке «Золотая рыбка». Мы перенесли эту картинку на стену. Чуть-чуть ее адаптировали для широкого формата. Здесь главные персонажи сказки – дед и рыбка. Еще есть солнышко. Солнышко просто для равновесия картинки на стене. А еще есть избушка и бабка. Бабка, как видите, в стороне, потому что изначально ее рисовать не планировали. Основная стена длиной 9 метров, высотой 4 метра. Потом решили, что левую стену частично надо чем-то занять. На правой стене планируют закрепить телевизор или что-то еще. А на левой стене попросили дорисовать бабку. Нарисовано все интерьерными красками на водной основе. Что в этой работе интересного? Удалось попробовать растянуть градиент на небе. Это, наверное, видно, что персонажи мультяшные, а небо я попытался вывести в нескольких шагах градиента от розового к голубому. И не только сверху вниз, но и слева направо. Я часто использую подобные крупные размеры, чтобы отработать какие-то приемы с градиентами или еще какие-нибудь новые подходы. Вот и здесь. Чем ближе к солнцу, тем градиент неба светлее. Хотя на видео это, наверное, не особо хорошо передается. Рыбка на видео в таких лимонно-желтых тонах на самом деле оттенки значительно теплее. Здесь много оранжевого, золотистого. Вернее, цвет так и называется – золото. А вот желтый – вот это песок. В рисунке рыбки этого желтого практически нет. Вся картинка сделана за один день, кроме неба. А небо и старуха сделаны на второй день. Использованы колоранты для интерьерной краски парад. На некоторых из них есть пометки, что их можно использовать в качестве краски. Цвета яркие, устойчивые, моющиеся и светопрочные. Хотя тут окна далеко находятся и низко, поэтому слишком много солнца на этой стене и не будет, скорее всего. Еще раз, размер стены 9 метров в длину и 4 метра в высоту. Это получается 36 квадратных метров. Вот такой большой и яркий получился мультфильм на всю стену. Да еще и с таким сложным небом. А изначально небо сказали – нарисуйте какое-нибудь, просто чтобы белого не было. Вот у нас тут есть голубая краска. И вот тут у меня появилось ощущение, что бледное, холодное, голубое пятно на 9 метров – это все-таки не самое лучшее решение, что небо надо сделать ярким. Тем более, что есть для этого и краска, и время, и желание. И получилось не небо, а небеса. Вот такая была интересная работа. Если есть вопросы, буду рад ответить в комментариях. Для этого и с таким просто интересным тем, как вы пишете, что я считаю хорошего вашего того, чтобы слушать лишь совсем немного бесконечно для своеобразования. Продолжение следует...